Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свою участие в договоре, и мы приостанавливаем. Они сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных, но еще и своих сателлитов мобилизуют. Они так аккуратненько, но все-таки американцам подхрюкивают по этому вопросу. Приступили к развертыванию в Европе универсальных пусковых установок МК-41, которые позволяют осуществить боевое применение крылатых ракет средней дальности «Тамагавк». Скажу уже сегодня прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чем не упрекал, чтобы всем было заранее ясно, о чем здесь идет речь. Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружения, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, из которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов. Это кадры завода фирмы «Рейзен» в США, где, по данным Министерства обороны России, американцы на протяжении последних двух лет создают ракеты средней и меньшей дальности. Более того, они строят новые корпуса для расширения производства. По самым скромным подсчетам дополнительно наняты 2000 сотрудников. Появились новые подземные хранилища для ракет, и самое главное, уже разработана новая ядерная боевая часть мощностью 5 килотонн для ракет средней и меньшей дальности. И тут возникает главный вопрос, где все это в кавычках «богатство» американцы могут разместить. Однако, судя по тому, что вокруг России много стран, которые на почве тотальной русофобии готовы в ущерб себе принять это вооружение, в перспективе нас ждет очень сложное время. И пока, скажем так, пятая колонна трубит, где только может, что это все блеф до мультики Кремля, базы НАТО почему-то продолжают расти вблизи России. Достаточно посмотреть вот на эту карту, и как сейчас размещены базы Альянса. Мне кажется, это довольно показательный момент, если кто-то еще тешит себя иллюзиями. Последние годы США проводят на российском направлении политику, которая вряд ли можно назвать дружественной. Законные интересы России игнорируются. Постоянно организуются разного рода антироссийские акции. Практически полностью и в одностороннем порядке демонтируется сложившаяся за последние десятилетия договорно-правовая база международной безопасности. Наши партнеры не замечают, как и какими темпами меняется мир, куда он движется. Они продолжают свою разрушительную и явно ошибочную политику. Поэтому, когда на Россию оказывают серьезное давление не только извне, но и изнутри, посредством пропаганды, распространяемой российской либеральной оппозицией, очень важно понимать, зачем нужно обновлять и усиливать армию. Да и вообще, что было поставлено на вооружение армии для защиты страны за последние годы, и насколько далеко шагнула научная мысль российских ученых. Вот об этом сегодня и поговорим. Эти кадры облетели все мировые СМИ. Российский истребитель отгоняет натовский самолет F-15 от правительственного лайнера. Иностранные летчики предпочитают не вступать в конфликт. О силе духа российских военных известно давно, а теперь стало известно еще и о силе русского оружия. Уже в этом году на вооружение российских войск поступит супер засекреченный комплекс «Авангард». Принципиальное отличие комплекса «Авангард» в том, что невозможно спрогнозировать, где он будет в следующий момент времени. То есть он может маневрировать как по курсу, так и по тангажу. В этом его и принципиальные отличия. То есть практически обнуляется противоракетная оборона. Очень тяжело этот блок обнаружить и тем более поразить. Последние испытания показали, что он достиг скоростей близких к 30 махам. Около 27 махов он набрал скорость. Военно-морской флот России в ближайшее время получит необычное вооружение – аппаратуру, ослепляющую противника. Секретная станция визуально-оптических помех получила название 5П-42 «Филин» и уже наделала немало шума среди западных СМИ. По словам разработчиков, она предназначена для подавления оптико-электронных каналов наблюдения и прицеливания орудий противника в ночное и сумеречное время. Эта техника уже прошла успешное испытание и продемонстрировала невероятный эффект. Станция, находившаяся на удаленности двух километров, полностью дезориентировала испытуемых, которые не могли вести огонь и стрелкового оружия. После воздействия люди жаловались на галлюцинации, головокружение, тошноту и признаки дезориентации в пространстве. Более того, эта система, построенная на принципах высокочастотной модуляции яркости, позволяет бороться с приборами ночного видения и системами наведения противотанковых управляемых ракет. Технику уже начали устанавливать на боевые корабли. Так, например, фрегаты Адмирал Флота Советского Союза «Горшков» и Адмирал Флота «Кассатонов» уже оснащены новейшим оружием. Российская армия активно перевооружается. За последние несколько лет Министерство обороны совершило то, по что в мире мало кто верил. Почти полностью переоснастило армию и модернизировало ее. Возможности нашего ОПК уже сегодня, даже теми видами оружия, которые находятся в войсках, позволяют нейтрализовать те угрозы, которые принесет нам выход США из ДРСМД. Посмотрите на эти цифры. За 6 лет Россия увеличила количество носителей крылатых ракет большой дальности в 13 раз, а самих ракет в 30 раз. Сегодня только зенитно-ракетными комплексами С-400 уже оснащено 27 полков. Это 427 пусковых установок. На каждой установке размещается по 4 контейнера с ракетами разной массы. Одних только кораблей различного типа на боевое дежурство заступило 170 единиц. Роская авиация пополнилась 70 крылатыми машинами. Береговые линии укрепились 17 новейшими передвижными ракетными комплексами БАЛ и Бастион. В боевой состав принято 3 ракетных подводных лодки стратегического назначения. Только представьте, за последние несколько лет российские вооруженные силы пополнились более чем 30 тысячами единиц современной техники. Модернизация затронула абсолютно все сферы. Это проект «Орион». Его задача – радиотехническая и радиолокационная разведка. Сложное оборудование, которым оснащен аппарат, позволяет не только сканировать местность, но и определять системы противоракетной обороны. Более того, на беспилотнике могут размещаться управляемые бомбы. «Орион» способен находиться в воздухе продолжительное время, а именно 24 часа, и при этом оставаться невидимым для противника. В отличие от многих зарубежных аналогов, планер не имеет металлических деталей. Он полностью сделан из композитных материалов. Но и это еще не все. На подходе – новейший тяжелый ударный беспилотник S-70 «Охотник», который сможет летать, пока по неподтвержденной официальной информации, на сверхзвуковых скоростях и на большие расстояния. Более подробно об этом беспилотнике, и не только, я уже рассказывал в другом видео. Ссылка будет ниже в описании. Еще одна новинка, которая в скором времени может поступить на вооружение – стратегический бомбардировщик-ракетоносец «Посланник». Это принципиально новый летательный аппарат. Ничего подобного в российской армии еще не было. Это комплекс с возможностью полета на межконтинентальные дальности и осуществления пусков крылатых ракет как в ядерном, так и в обычном оснащении. «Посланник» или «Пагда» разрабатывается компанией «Туполев». Самолет должен заменить бомбардировщики Ту-95 и со временем Ту-160. Этот аппарат, по заявлению разработчиков, оснастят новейшими системами связи радиолокационной борьбы. Он будет практически незаметен для противника и станет платформой для запуска космических аппаратов. Если почитать все то, что пишет западная пресса о самом современном российском вооружении, то выяснится, что вовсе не танк «Армата» и не самолет Су-57, а подводные лодки проекта «Ясень-М» вызывают наибольший трепет у потенциального противника. В марте 2017 года, когда первый корабль из серии «Ясень-М» подводный крейсер «Казань» впервые появился на публике, в западной прессе началась истерика. Писали, что русские создали лодку, способную запускать ракеты с ядерными боеголовками на расстоянии в 1500 миль, что эти подлодки способны нанести удар вглубь Европы, что они поставили ВМС США на грань, и что эта лодка станет для американского флота, цитирую, «худшим кошмаром». Возможно. Однако, совершенно точно иностранные эксперты уловили главное. Это самое мощное и самое современное оружие на всем российском военном флоте. Лодок такого уровня еще не было в современной России. Многофункциональные, скоростные и при этом очень тихие корабли проекта «Ясень-М» обладают таким мощным вооружением, что могут и с авианосцем сразиться, и по береговым позициям ударить. За это их уже успели окрестить истребителями морских глубин. К примеру, помимо 10 торпедных аппаратов, «Казань» вооружена большим арсеналом ракет. На лодке установлены 8 универсальных вертикальных пусковых установок, каждый из которых по 5 крылатых ракет «Калибр ПЛ». В зависимости от выполняемой боевой задачи, они могут быть в разных модификациях – противокорабельные, противолодочные, для ударов по наземным целям и стратегические. Вместо «Калибров» лодка способна нести и более мощные П-800 «Оникс», специально предназначенные для уничтожения крупных надводных целей. Возможность комбинировать содержимое пусковых установок делает «Казань» по-настоящему универсальной. Для корпуса субмарины применены уникальные сплавы нового поколения, для чего в частности применяется сварка взрывом. Также создатели отказались от традиционного двухкорпусного исполнения и применили во многом революционное решение, то есть полуторный корпус, когда легкий корпус облегает только носовую часть корабля. Сейчас в оборонном предприятии «Севмаш» в разных стадиях строительства находятся многоцелевые атомные ПЛ этой серии. Новосибирск, дата закладки 2013 год, Красноярск, 2014 год, Архангельск, 2015 год, Пермь, 2016 год, и Ульяновск, 2017 год. Об этой разработке уже было много сказано мной в другом видео, но я считаю, что стоит кратко упомянуть и о ней. Посейдон. Фактически это даже не торпеда, а маленькая беспилотная подводная лодка. Она тяжелее стандартной торпеды в 30 раз и имеет внушительные габариты. Ее диаметр почти 2 метра, а длина 20 метров. Но при этом беспилотный аппарат развивает немыслимую скорость для такого типа машин. Дело в том, что он формирует вокруг себя специально как бы инверсионный след, инверсионный кокон, в котором он разгоняется до скорости, если мы переводим в километры в час, до 200 километров в час он может разогнаться. По словам экспертов, одна такая торпеда может уничтожить не только многочисленную группу авианосцев противника, но и прибрежный город со всеми вытекающими последствиями. Посейдон на самом деле это оружие возмездия. То есть это оружие, которое удар в береговую линию производит и последствия этого колоссального разрушения, это подъем так называемой волны цунами, который довершает начатое разрушение. Российская армия фантастическими темпами обновляет не только наступательное, но и оборонительное вооружение. Среди новых видов российского оружия я, конечно, отметил в первую очередь бы технику воздушно-космической обороны. Это важнейший фактор обеспечения безопасности Российской Федерации. Но если мы рассмотрим линейку средств ПО ближнего радиуса действия, я бы в первую очередь, конечно, отметил зенитно-ракетный комплекс ТОР-М2. Это сегодня шедевр, который не имеет аналогов. Комплекс полностью роботизирован. То есть все решения, за исключение санкций на боевое применение, решает автоматика. Станция ТОР-М2. Грозный зенитно-ракетный комплекс обнаружения. Он может засечь и уничтожить до четырех целей одновременно, будь то истребитель или ракета. Может работать по целям на ходу. ТОР-М2 отлично зарекомендовал себя прежде всего в Сирии. Вот огромная заслуга в отражении налетов, в том числе и беспилотников, которые террористы запускали для того, чтобы совершить диверсии на российской авиабазе ХМИМИМ. А ТОР-М2 отработал блестяще, уничтожив полностью всю группировку, которая участвовала в налете. Этот комплекс адаптирован под работу в любых условиях, в том числе и при сильных минусовых температурах. В конце прошлого года первая поставка ТОР-М2 была выполнена для подразделений российских вооруженных сил, несущих боевую службу в Арктике. В ближайшее время на вооружение армии также поступит зенитно-ракетный комплекс пятого поколения, позволяющий перехватывать цели на больших расстояниях, в том числе и в ближнем космосе. Это С-500 «Приметей». По заявлениям некоторых экспертов, этот секретный комплекс способен перехватывать до десяти целей одновременно. Комплекс их 500 – это гениальная система будущего. С помощью С-500 мы уже спокойненько будем залезать в ближний космос. Еще одно необычное вооружение, позволяющее наносить удар по объектам как в воздушном пространстве, так и в космосе – лазерный комплекс «Пересвет». В 2018 году аппарат уже встал на опыт на боевое дежурство. Его характеристики строго засекречены. Известно лишь, что эта установка способна поражать любые ракеты, в том числе и баллистические. Также летательные аппараты, выводить из строя самолеты и уничтожать спутники. Управляется «Пересвет» дистанционно и может вращаться на 360 градусов. По заявлениям экспертов, спектр применения такого оружия довольно широк, и поэтому ему нужен очень мощный источник энергии. Военный эксперт Виктор Мураховский. Применение лазерного луча является гораздо экономичнее применения стандартных противоракет. При этом гораздо выше точность поражения. Предположительно, в качестве источника накачки лазерного импульса используются компактные ядерные силовые установки. Лазерные лучи распространяются со скоростью света, поэтому нет необходимости учитывать движение цели при стрельбе на большом расстоянии. Следовательно, уклониться от лазера после выстрела невозможно. Диапазон использования лазерного оружия намного превосходит диапазон традиционного, то есть кинетического, баллистического и реактивного оружия. Но зависит от атмосферных условий. И здесь ученым предстоит решить еще немало сложных задач. А это уникальная отечественная разработка экзоскелет ЭО-0102. Корпус скелета сделан из карбона, металла и пластика. В дальнейшем его заменят на бронеалюминий. Военный костюм относит к категории пассивных. В нем нет ни моторчиков, ни электронных деталей. В боевых условиях, когда зарядить экзоскелет негде, например, в пустыне, это незаменимая вещь. Аналогов такого снаряжения пока нет ни у кого в мире. В Сирии проходило испытания в инженерных войсках при разминировании Пальмиры, при использовании робототехнического устройства «Уран». При работе с «Ураном» оператору приходится переносить аккумулятор тяжелый за спиной. Также систему подавления шумов, это для того, чтобы не перехватили сигнал, и пульт управления «Ураном». По словам инженеров, экзоскелет позволяет разгрузить позвоночник и опорно-двигательный аппарат военнослужащего. Это поможет с легкостью переносить тяжелые грузы массой до 50 кг в течение продолжительного времени. Область применения экзоскелета огромная, и это не только инженерно-соперные войска. К примеру, экзоскелет позволяет переносить на себе раненых, позволяет переносить вооружение, такое как корт, печенек, АКС, миномет и так далее. Такими костюмами уже заинтересовались в МЧС. Экзоскелет – незаменимая вещь при разборе завалов. Конструкторы признаются, до роботизированных боевых костюмов остался всего лишь один шаг. Необходимо решить проблему с аккумуляторами. Как только появится решение, как сохранить заряд батареи на продолжительное время, экзоскелеты оснастят моторами, броней и вооружением. Костюмы, которые часто показывают в фантастических фильмах, поставят на поток. 500 метров, они быстро приближаются! Как повод! И, возможно, первыми это сделают в России. А эти костюмы уже шагнули в будущее. Центральный научно-технический институт машиностроения продемонстрировал прототип боевого костюма нового поколения. Разработчики уверены, уже совсем скоро можно будет увидеть российских солдат в таких впечатляющих костюмах. Главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки Фаустов Олег Михайлович. Наше предприятие, с ней точь марш, является головным разработчиком боевой экипировки для военнослужащих. То, что мы здесь представляем, мы здесь представляем экипировку «Ратник», которая уже три года в войска поставляется и живет там уже своей жизнью. И при разработке экипировки следующего поколения, уже третьего поколения боевой экипировки, мы себе позволили чуть-чуть пофантазировать и создали вот такую концептуальную модель, которая будет либо четвертым, либо пятым поколением. То есть внешний вид, особо можно на него и не засматриваться. Мы здесь в этой модели представили тот функционал, которым она будет обладать. Экипировка это в будущем. Новая экипировка, она будет обладать некоторыми функциями, которые современные пока еще не обладают. Ну, например, мы попытались в шлеме совместить сразу в одном изделии элементы системы управления, системы поражения, системы жизнеобеспечения. Что это значит? То есть для того, чтобы метко стрелять, мы вывели точку прицеливания уже на информационный экран внутри шлема. Боец видит сразу, куда он попадет своей пулей. Ему не надо прицеливаться и подносить глазам оружие. Первое. В этом же шлеме мы планируем разместить датчики системы жизнеобеспечения и контроля функционального состояния военнослужащего. То есть такая система позволит проконтролировать функциональное состояние военнослужащего. То есть он ранен, убит, жив, здоров или боеспособен, не боеспособен. А если надо, если его ранило, то эта система включит автоматическую аптечку, которая уколет его нужным препаратом. При необходимости она сообщит автоматически либо в медицинское подразделение, либо командиру. Экзоскелет – это устройство, которое позволит увеличить физические возможности военнослужащего. В том виде, который мы сейчас его представляем, он может, будет, вернее не может, а будет использоваться в двух вариантах исполнения. Первый вариант – это пассивный режим, то есть без электричества, без датчиков и прочих. Это просто перераспределение разгрузки с тела военнослужащего на элементы эзоскелета, тем, чтобы военнослужащий не уставал на марше или при повседневной деятельности. А второй вариант – когда мы подключаем элементы питания, электропитания, включаем двигатели, в этом случае будут его все движения усиливаться, и ему будет просто проще поднимать груз массой 100 кг, который он сейчас не сможет поднять руками своими. Он сможет быстрее перемещаться по полю боя, делать прыжки длиннее, то есть увеличиваются его просто физические возможности военнослужащего. Но все заключается в том, что практически это все отработано, часть технологий уже хорошо работает и достаточно так представлена в медицине, но пока у нас проблемы с элементом питания. Значит, у нас нет, ни у нас, ни за рубежом, нет той электрической батарейки, скажем так, которая позволила бы военнослужащим в таком эзоскелете воевать 24 часа. Ну, когда будет решена такая задача, тогда у нас появится нормальный, хороший боевой эзоскелет. Впрочем, как зарекомендует себя этот костюм в боевых условиях, пока неизвестно. Зато в нашей армии есть экипировка, которая себя показала уже выше всяких похвал. Амундирование «Ратник» именуется как комплект солдата будущего. Его главная цель не только повысить боевую эффективность солдата на поле боя, но и выживаемость. Новейшие научные достижения в области бронематериалов позволили сделать солдата практически неуязвимым. Бронешлем костюма выдерживает выстрелы из пистолета ПМ с расстояния 5 метров. Бронежилет защищает от снайперского выстрела и пуль автомата Калашникова. Защитные очки спасают от осколков, но это далеко не все. Костюм укомплектован сложной электроникой. В нем есть и персональный планшетный компьютер, и система управления «Стрелец» для цели указания и связи. Эта система позволяет передавать местоположение солдата на командный пункт. Также для оснащения боевой экипировки «Ратник» третьего поколения, Коскорпорация Ростех ведет разработку микробеспилотника для ведения оперативной воздушной разведки. В ближайшее время в систему «Ратник» планируют добавить экзоскелет. Известно, что Силы России ежегодно получают по 50 тысяч такого обмундирования. В России, кажется, модернизировали абсолютно все виды вооружения. В армейском арсенале есть уже и роботизированная техника, например, комплекс «Уран-9». Фактически это прототип боевого робота. Первое испытание в реальном бою эта машина прошла в Сирии. По оценкам западных аналитиков, вооруженные силы России сегодня – это одна из лучших армий мира, технически оснащенная, экипированная, новая военная форма, новые средства связи, комплексы радиоэлектронной борьбы. Запад начинает поклацывать язычками, глядя, что русские сделали лучше и гораздо дешевле. Подытоживая все вышесказанное, хочется добавить, что российская армия не только хорошо вооруженная, но и экономная. Бюджет Министерства обороны меньше бюджета Пентагона. Если сравнивать с процентным соотношением от ВВП, то это 2,9% против 3,1% США. При этом российская армия уже сегодня обеспечила себе, на долгие годы вперед, статус одной из самых сильных в мире. Конечно, предстоит еще очень многое сделать, ведь территория России огромная и за несколько лет невозможно все обновить и восстановить. Это касается не только армии, но и экономики, где ситуация остается довольно сложной. Однако, не будем забывать при каком давлении и постоянных нападках со стороны Запада России приходится восстанавливаться. А на этом, дорогие друзья, все. Ставим лайк, делимся видео с друзьями и не забываем подписываться. Кому интересно посмотреть дополнительные материалы за рассказанное видео «Российское вооружение», ссылки будут ниже в описании. Субтитры создавал DimaTorzok